Кошки – милые, добрые создания, мимо которых спокойно пройти невозможно. Так получилось и с Надеждой Макаровой. Ясика она встретила на улице. Это ее третий кот, но из всех самый спокойный и ласковый. Надежда говорит, питомцы помогают ей жить, лучше себя чувствовать и успокаивать нервы. Когда тебе что-то грустно или еще что-то, ты возьмешь его и погладишь, и весь какой-то негатив уходит. Не зря же эти кошки, домашние животные, они благотворно, я считаю, влияют на людей. Историй, когда кошки попадали в семьи с улицы, немало. Многие люди спасают бездомных животных, считая, что это лучше, чем покупать дорогостоящие экземпляры. Хотя и таких домашних любимцев великое множество. В природе насчитывается более сотни пород кошек. Экзотические, персидские, сиамские, вислоухие, короткошерстные, в конце концов лысые. Как говорится, на вкус и цвет. Некоторые семьи к покупке котенка подходят настолько ответственно, что подбирают питомца по схожести характера с хозяевами. И все же все нами опрошенные люди на улицах города считают самыми милыми именно дворовых котят. Дворовые, они более добрые, потому что вот у нас была раньше персидская кошка, но очень она с характером была. А дворовые, мне кажется, они более ласковые. У нас был сиамский кот, он вообще очень был агрессивный. Вот, поэтому, ну, трудно сказать о разных кошках. У нас были простые кошки, домашние, такие послушные и забавные. Они такие приятные, фушистые и такие веселые. Не знаю, я люблю вообще кошек. День кошек теперь отмечают и в семье 11-летней Марии Сосницкой. Своего нового друга девочка встретила пять дней назад на даче. Замерзшее, испуганное животное чуть не попало под колеса автомобиля Машиной сестры. Сейчас Муся живет у бабушки и дарит радость всей семье, в которой, кстати, скоро ожидается пополнение. Ведь оказалось, что кошечка беременна. Важно их спасать, чтобы они не мерзли на улице, чтобы они были здоровы. Если есть возможность, люди, берите кошек себе в дом. Кошки делают нас добрее, заставляют улыбаться. И это не миф. Иначе бы котята не стали столь популярны в интернете, где любой пост с изображением этого домашнего животного собирает сотни, а то и тысячи лайков. Люди замечают и фотографируют причуды, повадки, позы и необычные окрасы кошек. У них даже появляются свои страницы в социальных сетях, по популярности соперничающие с аккаунтами знаменитостей. Юлия Погосяль, Николай Карбанов, Ольга Садовская, ВиднетВ.